Всем здравия! То, что вы сейчас видите на ваших экранах, это, как ни странно, Fallout New Vegas. И ваш покорный слуга заразился желанием осуществить видео-вариацию того, что я когда-то делал для новостной ленты Фолреста. Это пацифистское прохождение Fallout New Vegas. Для того, чтобы не превращать это в некий безумный марафон, изступленной невыносимой ярости, во-первых, играем на нормальной сложности. Во-вторых, я не ставлю целью пройти каждый квест. То есть я ставлю целью пройти игру, добраться до концовки, имея на своем счету 0 трупов. У меня установлены все возможные дополнения, но от всего сверх того, что дается персонажу изначально при старте, кроме бинокля, я избавился. Итак, лазерный пистолет, который можно сперить у Дока Митчева. Костюмчик из убежища 21. Немножечко запасов. Еще немножечко запасов. А, ну да, еще фляжка из убежища 13, которая также добавляется одним из дополнений, но, в принципе, она не играет никакой роли для прохождения, поскольку игра идет не в хардкорном режиме. И 32 энергоячейки. Какие параметры выставлены для персонажа? Во-первых, мы избавились от силы и восприятия. Это те параметры, которые нам вообще, ну, пока что, во всяком случае, не понадобятся. Обаяние, интеллект и удача все в 10. Удача позволит нам варить деньги и выживать немного чаще. Удача, харизма и интеллект обеспечат нас, во-первых, значительным количеством очков навыков на каждом уровне и обеспечат нас возможностью убалтывать кого угодно и о чем угодно. Хотя, конечно же, придется немножечко повозиться, да, для того, чтобы прокачать еще и навык речи до достаточного уровня. Теперь о навыках. Основными навыками установлены речь, естественно. Дальше это наука, естественно, потому как уже в ближайшее время придется активно взламывать компьютеры. Да, но для того, чтобы это проходило нормально, придется еще немножечко ее прокачать. Да, и еще один ключевой навык, если мне не изменяет память. А она мне, по-моему, изменяет. А, ну конечно же, это скрытность. Конечно. Потому как в некоторых местах она определенно спасет жизнь нашему персонажу. Ценейшая вещь для пацифиста, это, конечно же, естественно, запас стимпаков, потому как стрелять по нам будут все и часто. И сейчас посмотрим, что мы можем приобрести, так сказать, на наши денежки. Запас патронов нам абсолютно не нужен. И, скорее всего, да. Вот от этого мы, в принципе, можем избавиться, чтобы оно не занимало инвентарь. Отлично. Итак, немного брони, в принципе, не повредит. И, собственно, все. В Гуд Спрингс нам делать практически нечего. Хотя, опять-таки, ключевой задачей является собрать настолько много очков опыта, насколько возможно, настолько быстро, насколько возможно. Соответственно, наверное, здравой мыслью будет подняться к кладбищу Гуд Спрингс, потому как это 10 единичек опыта. Каждая локация — это опыт. И когда проходишь игру мирно, никого не убивая, притока опытов, которые получаются за счет истребления монстров, естественно, можно не ожидать. В лучшем случае кого-то можно убить, используя какие-то подручные средства. И то я постараюсь использовать подобные способы исключительно в тех случаях, когда этого или невозможно избежать по сюжету игры, или когда речь заходит о злобных роботах. Вот они наши 10 единичек опыта. Собственно, в Гуд Спрингс нам делать нечего, как и в Приме. Поэтому все, что нам сейчас остается, это терпеливо, с грустным видом, зажав кнопку «Вперед», мчаться вперед. Наслаждаясь замечательными пейзажами постапоглиптической пустоши. Солнышко светит, наверное, очень жарко. Но что поделаешь. Кстати говоря, играем мы женским персонажем. И в первую очередь это необходимо потому, что женщинам доступен перк «Черная вдова», который позволит дальше, уже когда мы доберемся до стрипа, разрешить некоторые проблемы довольно радикальным образом. При этом, опять-таки, убийств мы совершать не будем, хотя «Черная вдова» позволяет некоторых персонажей грохнуть, ну, скажем так, через постель. На самом деле, можно спорить, конечно же, о том, что является мирным прохождением, а что не является мирным прохождением. Например, является ли отстрел дикой живности, которая априорно хочет съесть вашего персонажа, нарушением мирности этого прохождения, или же нарушит пацифизм персонажа, убийство только разумных существ. В принципе, я склонен полагать, что правильнее было бы отстреливать диких животных, естественно, когда это необходимо, когда они пытаются вас прикончить. Но что поделаешь. Задача этого прохождения осуществить его таким образом, чтобы полностью избежать любых трупов на нашем счету, будь то животные или люди. К сожалению, в приме особо поживиться нам нечем. У нас недостаточный уровень для того, чтобы, собственно, без проблем преодолеть тамошние испытания. Зато к нам бегут гости, от которых мы будем весело сбегать в стиле Бенни Хилла. Я бы даже включил здесь музычку из Бенни Хилла, но не хочется портить атмосферу пустоши. В процессе драпания иногда бывает удобно открутить камеру как можно дальше. Если позволяют моды, то лучше использовать их. Это позволит видеть, собственно, где находится преследователь. И корректировать курс соответствующим образом. Многие твари имеют атаки в прыжке, хотя чаще всего, если просто тупо бежать вперед, то никто не сможет по вам ударить. Хуже, если преследуют вас стрелки. Тогда необходимо, конечно же, маневрировать таким образом, чтобы всегда он находиться за каким-то укрытием. Хотя, опять-таки, это пустошь. Это в основном ровные места. О каких укрытиях может идти речь? Поэтому второй важнейший... Да, НКР, НКР. Спасибо за то, что предупредил меня о том, что в Приме опасно. Я не буду туда заходить. Я просто прогуливаюсь тут. Да. Гуляю, никого не трогаю. Тырю мины. Нет, серьезно. Мины, это, конечно, не супердорогой товар, но они позволят нам поднять несколько крышек. Поэтому сейчас нам надо аккуратненько подползти к здешним минам и наложить на них лапку. Ушли мои денежки. Иногда получается нормально подкрасться, иногда я начинаю дико косячить и огребаю от мин. Это очень обидно. Но что поделаешь, такова жизнь. Мины нужны, чтобы убивать нас. А мы нужны, чтобы не умирать от мин. Наша конечная точка в ближайшее время это вот те вот два здоровенных каменных, вернее металлических, металлических мужика. Памятник рейнджеру и бойцу НКР. Но непосредственная ближайшая наша цель это, конечно же, не они, а город Ниптон, который сейчас переживает не самые лучшие времена. В Ниптоне мы захватим квестик, который позволит поднять да, ну, где-то сотенку опыта, если я не ошибаюсь. Насколько я помню, да, сотенку опыта. А это полезно. Да, для этого прохождения я намерен пользоваться фаст-тревелом там, где это необходимо. Опять-таки, почему? Потому что сейчас я совершаю длинный, грустный променад, который, несомненно, атмосферен, но такие променады утомят зрителя очень и очень быстро. А я себе не ставлю целью утомить зрителя. Я ставлю целью сделать более или менее интересный обзор. Ну, не обзор. Ну, пожалуй, обзор, да, способов пацифистского прохождения. Сейчас мы нарвемся на милых зубастых муравьев. А может и не нарвемся. Но вляпаемся в много-много радиации. Да. Кто-то решил здесь свалить много радиоактивных отходов. Ну, действительно, почему бы не свалить где-нибудь много радиоактивных отходов от черт-кентавр? Я забыл про этого кентавра. Я забыл про этого кентавра. Спасайся, кто может. Хорошо, что кентавры такие стремительные твари. А вот уже и Ниптон. Ниптон уже близко. И первый кусок этого длительного маршрута измуряющего марафона почти остался позади. Эти бараны могут бодаться. Причем больно. Не хотелось бы, чтобы они меня забодали. Смерть от бодающегося барана. Это так ужасно. Да. Вот они, городские стены великого Ниптона. Этот город даже более велик и могуч, чем Империал Сити из древних свитков. И здесь произойдет такое множество поразительных событий, что просто обалдеть можно. Итак, во-первых, местный псих. Да, человек рад. Он спасся. Я бы тоже радовался. Наверное. Ну да не суть важно. Важно встретиться вот с этими ребятами, которые дадут нам очень хороший познавательный квест. А еще сослужат нам службу. Итак, мы согласились донести весть о том, что злобные легионеры сожгли злобный город Ниптон. Это замечательно. Теперь отыщем вот этот домик с черепком на почтовом ящике и заглянем внутрь. И кто у нас тут? Злобный робот. Злобный робот, который кричит смерть всем человекам. От него нам, конечно же, надо бы на спрятаться. Для того, чтобы легионеры завалили эту металлическую тушу и позволили нам поживиться тем, что на ней есть. А есть на ней прибыльные предметы, которые нам все равно не нужны. Также револьвер магнум и экземпляр кожаной брони. Который, если задуматься, я мог купить. К сожалению, сейф закрыт намертво. И, насколько я помню, его невозможно открыть с помощью этого компьютера. Уй! Ну, что поделаешь. Важно то, что мы наложили лапку на некоторые ценные вещи, которые можно будет потом продать на первом махавском аванпосте. Куда мы, собственно, сейчас и отправимся. Для этого мы выйдем на железную дорогу и двинемся вдоль нее. Конечно, это не самый быстрый способ добраться до места. Но он относительно безопасный. Не в последнюю очередь потому, что вот это вот озеро высохшее, оно забито всякими замечательными злобными тварями, которые очень-очень хотят поживиться нашим телом. А вдобавок к ним можно наткнуться еще и на банду рейдеров или каких-то других отморозков, которые предпочтут нас просто расстрелять. А уж лучше сталкиваться с животными, которые будут пытаться использовать против нас когти и методически не попадать просто за счет того, что мы двигаемся, чем бежать под пулями, которые будут попадать и попадать больно. А за счет того, что у нас всего лишь три единички выносливости, здоровьем мы определенно не богаты. С другой стороны хорошо почувствовать себя восточным экспрессом. Где-то внутри нас может происходить жестокое убийство, когда 12 человек яростно рубят ножами одного. Кстати, это был спойлер. На мой взгляд, один из главных недостатков Нью-Вегаса в плане дизайна это, конечно, некоторое однообразие локаций. Оно бы хорошо смотрелось, как такое атмосферное приложение что ли ко всему происходящему. В игре, в которой есть Fast Travel как основа перемещений, так как это было в ранних валаутах. Но на что смотреть собственно здесь? Мы пробежали длиннющий отрезок железной дороги и вот единственная любопытная точка полуразвалившиеся железнодорожные вагоны и туннель. Понятно, что если копаться глубже, можно находить полезные растения, можно находить всякие интересные локации, которые скрыты среди всего этого поразительного разнообразия. Но все же, на мой взгляд, здесь дизайнеры могли сделать хитрее. Возможно, сделать некоторые локации компактнее, но более насыщенными и разнообразными какими-либо объектами. Не обязательно делать населенные пункты, приткнутые друг к другу. Я понимаю, чего хотели добиться разработчики. Они хотели сделать так, чтобы это место не выглядело, как, ну скажем, тот же Скайрим, где от одного населенного пункта до другого может быть две минуты ходьбы. И никакого ощущения того, что ты совершаешь путешествие от одной точки до другой просто не возникает. но с другой стороны здесь есть некое чувство монотонности. А чувство монотонности это не то, что можно порекомендовать игре. Особенно с учетом того, что в случае с Нью-Вегасом, в отличие от более ранних вал-аутов, это не столько игра про путешествия, сколько игра про динамическое развитие общества и его судьбы. и тут вот этот компонент выживания, который решили добавить разработчики, он в общем-то в определенной степени выбивается из канвы. Возможно, я не прав. Возможно, я не прав, возможно, я чего-то не понимаю или не улавливаю. Однако, хорошая новость заключается в том, что мы уже практически добрались до места и вот оно, то самое шоссе. И вот они наши два металлических гиганта. Было бы весело, если бы они ожили и пошли уничтожать врагов цивилизации. Ладно, шучу, конечно, это было бы глупо. Тем не менее, это превосходный ориентир, который, к сожалению, виден только на пути из Гуд Спрингс. С всех остальных точек вот этот вот отрог их загораживает. Да, еще один интересный момент, я не намерен брать компаньонов в этом прохождении, то есть гулять будем в одиночку, везде где-то только можно. Компаньон, конечно, убивал бы для нас многих тварей и сделал прохождение более легким, но это вполне равно сильно тому, чтобы просто взять пушку и кого-то пристрелить. Важно то, что если я все рассчитал правильно, то сейчас уже можно будет... Да, я бы хотел с тобой поторговать, мужик. Тебе нужен магнум. А вот эти цветочки, топливо для огнемета, энергоячейки, осколочные мины, перчик, лишний экземпля... экземпляр кожаной брони, бронер рекрутов легиона, мачете, шлем... Костюм оставлю. Отлично. А что бы я хотел у тебя купить? Есть стимпаки. Отлично, у тебя есть два стимпака. Вот их я у тебя и куплю. Спасибо, мужик. Итак, здесь мы ищем одну рейнджершу, которая очень интересуется дымом, который виден над Ниптоном. На самом деле, дым над Ниптоном, наверное, можно было увидеть, если встать на вот этот холм. Привет, рейнджер-призрак. Итак, мы порадовали ее сообщением о том, что Ниптон уничтожен и тем, что легион продвинулся куда дальше, чем предполагали НКР-овцы. Это означает, что наши дела на аванпосте собственно закончены и больше мы его никогда не увидим. Да, эти прожекторы очень пафосно подсвечивают этих мужиков ночью. Ну, а мы используем Fast Travel и отправимся в славный город Ниптон. Опять. Теперь нас ждет несколько более опасный отрезок пути. Можно нарваться на рейдеров. Если повезет, можно нарваться на легионеров, которые патрулируют эти места и они отстрелят рейдеров. Ну, или рейдеры отстрелят нас. Это уж как повезет. Важно то, что теперь нам необходимо двигаться в направлении города Новак. В городе Новак нас практически ничего не интересует. Опять-таки, возможно, мы вернемся туда позже для того, чтобы выполнить несколько дополнительных квестов к тому моменту, когда у нас будут достаточно прокачаны основные навыки. И в этом случае мы сможем выполнить эти квесты, минимизировав жертвы. Ну, как минимизировав? Все, я их к нулю. Но, в принципе, для прохождения самой игры эти квесты иррелевантны. Кто-то уже бежит по нашу душу и это нехорошо. Здесь можно поживиться газировочкой. Пустые бутылки нам не нужны. Тостер нам тоже, в общем-то, не нужен. И еще немножечко стволов. стволы тоже никому еще не вредили, потому что стволы стоят денег. А денежки нам всегда будут нужны. Вот, собственно, нас и пытаются пристрелить. Что не есть хорошо. Что хорошо, это то, что мы достаточно высоко и от этого экземплярчика скорее всего уйти удастся. с помощью экстремального скалолазания, разумеется. Которая становится особенно занятным на славном движке геймбрио. Ладно, придется спускаться вниз. Я не хотел этого делать, но без этого похоже не обойтись. Где-то я не рассчитал. Там есть подъем на самом деле. Но такими темпами я не попаду к нужному мне домику, в котором можно переночевать. Вон, ветрячок. Хотя нет, попаду, попаду, это хорошо. Итак, меня вроде как сейчас не совсем видно. Если я не нарвусь прямо на того парня, который хотел наделать во мне дырок, то можно сказать, что я смылся. мародерство. Мародерство. это всегда хорошо. Еще 10 единичек опыта. Пару локаций и мы будем на втором уровне. хей да, кожаная броня будет полезнее. Зато здесь можно поспать Спим часиков, наверное, 13 Для того, чтобы двигаться дальше по светлому времени суток Ночью как-никак опаснее Хотя на самом деле не намного Но можно нарваться на кого-нибудь Найт Сталкера А кому это нужно? Итак, мы на правильном пути И двигаемся к городу Новак Двигаемся по кукурузному полю Мимо старого моста Здесь мы разживемся кое-какими очень и очень Приятными штуками Которые позволят эффективно выполнить дальнейшие квесты Если, конечно, все сложится правильно Здорово, легионеры Да, похоже, что мне не повезло А нет, вот и идет моя удача Да, чувак, мне тебе жалко, но ты идешь прямо туда, куда мне надо Интересно, может, удастся попробовать его остановить? Нет Он априори обречен нарваться на эту засаду О, да это целый караван Да, конечно Мародерство это грубо и жестоко Но что поделаешь, это жесткий мир пустоши Где выживает сильнейший А пацифисты вообще априори должны всех грабить Хотя, на самом деле, для того, чтобы обеспечить своему персонажу ангельскую карму Я намереваюсь не использовать возможность красть предметы Только мародерство, только хардкор Ладно, никакого хардкора тут не будет На самом деле, все довольно просто Итак, по этой отличной дороге Мы продвигаемся К аванпосту НКР И нарываемся на чью-то засаду Замечательно Это хорошая новость Это отличная новость Теперь остается только очень внимательно следить За индикатором урона, который мы огребли Если все пройдет нормально То меня спасут Пора съесть стимпак И посмотреть, смогу ли я что-нибудь Нет, пока что кожаная броня Это моя лучшая защита Да-да, мужики, не отставайте Эээ, и дамы Нет, чуть-чуть не хватает для второго уровня Но я не вижу здесь ни одного рейнджера Это довольно странно Если не сказать больше А, вот и они Не перегрузиться бы Хм, откуда я взял второй уровень? А, ну да, закончился бой Я забыл об этой фишке Итак, первым делом Выводим новку на 50 Чтобы можно было взламывать Хотя бы относительно приличные терминалы И выкачиваем речь до 50 А остальное посвящаем новке Перемещаться скрытно И лишний опыт Лишним не будет Пока что нам не нужен перк Черная Вдова Ага Это был уже перебор Что-нибудь дешевенькое Можно сбросить Да, пойдет И мы можем продолжать движение к новаку Как я уже отмечал Сам город нас не интересует Мы просто пройдем через него Однако Так, а сразу за городом Находится электростанция Гелиос-1 И вот на ней мы можем быстро Выполнить приличный В плане опыта квест Который позволит выкачаться Довольно-таки До приличного уровня Возможно до четвертого Но я не уверен Посмотрим Уровни нам нужны В скобочках Логично Итак, мы двигаемся К динозаврограду Новаку Который назван В честь Великого и эпохального События Которое имело место В здешней гостинице Еще до войны Да Это были печальные Великие времена Особенно печально Что этот город Нас на данный момент Не интересует Совершенно Мы двигаемся К электростанции Гелиос-1 И улыбчивые местные жители Могут улыбчиво Ходить по своим делам И дальше Гелиос-2 Эклод Но Эклод Скажем Псарня Мамаши Гибсон И вот и Гелиос-1 Замечательный бесполезный источник энергии, который мы попытаемся привести в чувство Итак, первым делом необходимо немножечко приодеться Хех Приодеться не получится Да, я совершенно забыл, что в той стычке с легионерами не было ни одного солдата НКР Это, конечно, нехорошо Это, конечно, нехорошо Ну да ладно Полагаю, на станцию можно проскользнуть и так Да-да, я с НКР Да, интересных тем у нее больше нет Не забываем, каждый раз, когда мы используем навык речь Или навык торговли, или любой другой навык Мы получаем немножечко опыта Поэтому упускать возможности собрать такие темы Играя за кого-нибудь няшно миролюбивого, естественно, нельзя Не хорошо биться головой об лампы Должно быть это очень больно Но главное, что на станции чистота и порядок И вообще все очень хорошо Итак, терим пароль номер один Хотя, в принципе, их можно получить в рамках диалога Терим патроны И где-то тут должен быть Пароль номер два Пожалей меня, мой склероз А вот и он И теперь отправляемся общаться с местным гением Местный гений обитает В районе комнаты управления станцией Так что туда и направимся Я зачем-то открыл пустой ящик Да, здесь ничего интересного не завезли А жалко, жалко Нам бы что-нибудь полезное не помешало Ладно, прихватим газировку И поспим Привет, человек-фигня И так Диалог номер раз И диалог номер два Так что он Продолжение следует... Продолжение следует... И так Вот они наши зеркала И эти зеркала мы должны перенаправить Первым делом мы испортим терминалы Пароли к терминалам мы уже сперли Поскольку навык наука для взлома этих терминалов у нас абсолютно недостаточен Но теперь полюбуйтесь на эту восхитительную картину Это бы усердие, да на благие цели Главное не подорваться на какой-нибудь мини А то их тут чуть больше чем дофига Ну да, естественно Естественно, естественно Ну ничего Сбрасываем соединение с главным компьютером И хромаем Хромаем к ближайшей кровати Правда, ближайшая кровать, которую можно облюбовать, находится где-то в центре Ага, вот в одной из этих палаток должна быть Хотя, да, это не годится О, аптечка Да, на нас все заживает, как на... даже не знаю, как на ком В общем, старый добрый росомаха и тот отдыхает За час оторванные нога и рука мгновенно отрастают Ну как, мгновенно за час Но все же Достаточно шустро, как для оторванных конечностей Здесь будет интереснее Здесь нас ждут друзья человека Привет, друзья человека Я просто хочу... А, да Да, я просто хочу попользоваться этим компьютером Все, пока, спасибо Было приятно пообщаться Ничего интересного Ничего интересного Эх Собаки поспать не дают Итак Фух Собрались 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 Все, спать можно Значит, идем спать Сейчас будет довольно опасный промежуток И этот промежуток предстоит как-то преодолеть Главная проблема этой локации заключается в том, что здесь ходятся тысячи роботов И эти роботы хотят нашей смерти Помимо роботов тут турелька И вот как раз с турелькой нам и предстоит пообщаться Вот она нас засекла И хочет убить Так Мины И терминал Фух Главное не натупить Терминал простой Но Как говорится Тут как повезет Попытаемся избавиться от лишних Ключевых слов Если получится найти достаточно много скобочек Ну похоже, что я то ли слепой То ли у нас была только одна Возможность убрать лишний элемент Ну что ж Тогда будем тыкаться в слепую И пытаться подобрать пароль С первой попытки Сегодня мой день Реконфигурируем турель И наслаждаемся звуками шоу Итак, первый робот Приведен в чувство Второй вроде бы тоже Выключаем турельки Нет, все еще есть живой робот Кто бы мог подумать Включаем турельки Неужели они разобрали турель? Да, это худший возможный вариант Тогда принимаем на грудь Побольше всякого добра И в припрыжку Двигаемся сюда Эта турель должна была Сэкономить нам немало нервов К тому же дать возможность Поколупаться внизу А теперь нам придется Бежать практически слепую Одно хорошо Те негодяи достаточно далеко Чтобы мы могли спокойно Поколупаться здесь Ну, а теперь В припрыжку В припрыжку В припрыжку До свидания, мистер помощник Он назвал меня Коми Так, а теперь Быстро, 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 быстро Быстро Есть толпа протектронов И все они хотят крови Не повредиться Жрать стимпак Итак У этой штуки Проблема с питанием Но Ремонтировать вещи Мы не умеем Жалко, конечно Но придется Воспользоваться тем Что дала нам матушка Ну, не природа А разработчики Возле крутой Голографической панели У нас спокоится Робот-ремонтник И с помощью Навыка науки Мы можем заставить его Починить для нас Все, что надо Деньги лишними не бывают Ну что же Вот он Закончил трудиться Во благо Даже не знаю Чего Ну а теперь Мы можем показать Какие мы хорошие Благородные И осталось Последнее Тело Перенаправить Зеркала Для того Чтобы они работали С наибольшей Эффективностью Для этого Придется выбраться На самую верхушку Станции Ну как На самую верхушку На самом деле Немного спуститься Но это все равно Самая верхушка И теперь Наслаждаемся Шоу Ммм Да Ну ладно Придется Покуковать Здесь 11 часов Что поделаешь Хотя нет 11 часов Наверное Маловат Арифметика Это такая Сложная наука Да Еще 2 часа Еще 2 часа Представьте себе Торчать На морозе На верхушке Огромной башни На всех ветрах 2 часа Мои глаза Мои глаза Что ж Эта задача Выполнена И теперь Осталось еще раз Пробежать Среди толпы Злобных роботов Которые хотят Вырвать нам Что-нибудь Что угодно Лишь бы вырвать Сейчас самый опасный момент Потому что здесь Сидит злобный Мистер Хэнди С плазмоганом Ну может быть ты Отлично Ладно Вроде бы Каким-то чудом Прорвались Мусорки Ничего интересного Теперь еще Один протектрон И еще Несколько Протектронов Черт Это была плохая мысль Очень плохая мысль Ладно Из худших моих мыслей Протектрон Отвали И мы живы Коллеги Мы живы Остается порадовать Жителей Электростанции Тем что Теперь у них Есть энергия Мистер Фантастический К счастью Настолько туп Что Просто не поймет Куда пошло Питание А представитель Последователей Апокалипсиса Порадует Своих коллег А вот и Левелап Итак Что нам понадобится В ближайшее время Выведем скрытность На полтинник И добавим К речи Йоу-йоу Ну да С тобой говорить Вообще не о чем Грустно Грустно Почему я иду Длинным путем Здесь более короткий Нет Я жив Я жив К счастью Гравитация До пустоши Тоже работает Не очень надежно Да-да-да-да Пока-пока И теперь Мы вновь Отправляемся В путешествие По дикой пустоши Где Каждый Куст Прячет За собой Неведомую Опасность Скорее всего Каких-нибудь Голодных Тварей Водя Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Караван это то, что надо Во-первых, караванщику можно будет сбыть что-нибудь ненужное А у нас ненужное это почти все А во-вторых, в районе караванщика будет спокойнее Потому как с караванщиком всегда ходят суровые дяди и тети с пулеметами У меня хоть что-то осталось Так, а вот теперь пора драпать Еще не гарантия, что драпануть получится Не слабо приложился От этого парня необходимо оторваться И вроде бы это у нас получилось Что ж, мы продолжаем продвигаться к Нью-Вегасу И впереди нас ждут новые нецелесообразные приключения Вот она где, Волумовка Пардон, Волумовка А вот и Нью-Вегас Ну что ж, мы стоим на распутье Что ж, заглянем в Волумовку На самом деле это местечко может послужить источником огромного количества опыта для начинающего пацифиста А все почему? Все потому, что здесь случилась ситуация с заложниками И НКР, естественно, готова посвятить в начинающие переговорщики первого встречного поперечного Ну, как иначе-то В конце концов, это пустошь Здесь все дела так делаются Здорово, товарищ Привет, Бромин Ты куда? Ну, ладно Итак, что нам не нужно? Патроны Пистолеты Еще патроны Еще патроны Еще патроны Целых два пистолет-пулемета Это все нам нужно Это все нам нужно Нужно, нужно Кастет Дробовик Это просто валяется Ты-ты-ты-ты-ты Легионерам в доверии мы все рации не будем Ага И с него пока что хватит Хотя нет, стой, куда пошел? Есть еще ДЛЦ У тебя их так много Привет, Бромин Вы видели, как грациозно это Великолепное животное Мчалось По природной среде своего обитания Да, все Переговоры Все будет в порядке, начальник По дороге мы встретим один из тех редких замков Которые Персонаж способен открыть И грех Такую возможность упускать 22 единички опыта на дороге не валяются Привет Тысяча стоит ничк опыта Плюс два уровня Да-да-да Итак Мы решили сразу 20 тысяч проблем одним заходом И теперь можно заботиться прокачкой И что нас интересует? Интересует нас в первую очередь Речь Это естественно Из навыков Наверное, сейчас уже не помешает взять черную вдову Она пригодится в дальнейшем Речь доводим, скажем, до 80 И немножечко вкладываемся в скрытность И теперь мы можем возобновить наше движение В направлении к Нью-Вегасу Кстати, что характерно На этой калитке игра часто валится Ну, с Богом Ну, все в порядке Это же надо Я поражен Да Хорошо нести добро в массы Вы спросите Почему я прыгаю, как ненормальный? А это древняя привычка Ведь так можно прокачать навык акробатика Не правда ли? Привет, птичка Пока, птичка Что ж Наш корабль ложится на курс К Нью-Вегасу Продолжение следует... И скоро начнется одна из самых замороченных Мозговыносящих частей этого путешествия Дело в том, что мы сейчас будем вступать на территорию Банды, известной как Черти Насколько я помню Это было переведено в русской версии именно так И, собственно На какой-нибудь разъезд Этих славных ребят нарваться бы Мягко говоря, не хотелось Что это было? Да они издеваются Итак Итак Мы вступаем на минное поле И хочется верить, что выжить удастся Штаб-квартира рейнджеров близко Так что хочется верить, что здесь НКРовцев будет все-таки больше, чем чертей Хотя чем? Хе-хе Черт не шутит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Немножко агрессивной живности, чтобы жизнь малиной не казалась Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И если мне не изменяет память, мы приближаемся к местному эквиваленту сельской местности Привет, народ! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Кофейная кружка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А вот это место я искал Обратите внимание, боевая броня Ванграфов Стоимость 1961 крышка И плазменная винтовка 162 крышечки Куча, 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 куча денег валяется прямо на дороге И придется чем-то пожертвовать, чтобы унести эти прелести Например, двумя ножами Покатит Покатит Куча, куча, куча знаки Супер Куча, куча Куча, куча Куча, куча А вот и местная больничка. Ну, или не совсем вот. Мне казалось, что она здесь. Да, похоже, что я просчитался на квартал другой. И вдобавок кто-то идет по нашу душу. Да, я неслабо просчитался. Если я не ошибаюсь, это забор компании Красный Караван. Субтитры сделал DimaTorzok. Что здесь происходит? Ладно, сюда мы, возможно, вернемся значительно позже. А может быть и нет. Посмотрим по обстоятельствам, потребуется ли нам дополнительный опыт. А пока что нам необходимо добраться вот до этой таблички Фрисайд. Для того, чтобы войти в первый район Нью-Вегаса. Всем здравия. Ну что ж, здесь, в Мормонском форте, мы, наверное, сделаем первый перерыв в записи. И продолжим в следующей части. Продолжение следует...